Другие изменения коснулись на этой неделе территории Крайнего Севера. Ряд городов и поселков Якутии исключили из перечня таковых. Соответствующее постановление утвердило правительство России 6 декабря. Сообщение сразу шокировало население региона и главный вопрос, который беспокоил людей, как отразятся изменения на качестве жизни в этих населенных пунктах. Отменят ли северные льготы коэффициенты и так далее. Насколько оправданы эти опасения, выясняла Сергалана Захарова. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, изменения в перечне коснулись 11 субъектов страны. И в каждом своя формулировка корректировок. Что касается Якутии, то теперь документ звучит следующим образом. В перечень входят все районы и населенные пункты, за исключением городов Алдан и Томмот, поселков Ленинский и Нижний Куранах Алданского района и города Нерюнгри. Однако ради полного понимания всей ситуации необходимо уточнить. Существует два перечня. Первый о районах Крайнего Севера, который утвердили в 1967 году и благодаря которому сегодня все жители Якутии имеют возможность получать льготы и надбавки. А также второй о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов, в которые совсем недавно и внесли поправки. Уточнение, которое содержится в последней части второго перечня, является ключевым понятием. Это перечень, по которому в районах Крайнего Севера определяются населенные пункты, для которых установлен иной порядок и для которых предусмотрен досрочный завоз грузов. И на настоящий момент этот перечень впервые был непосредственно утвержден в 2000 году. Тогда в этот перечень в Якутии вошли все районы, кроме всего Алданского района и кроме Неренгринского района. Таким образом, исключив из первоначального списка два района, через которые проходит железная дорога, упустили из поля зрения населенные пункты со сложным транспортным сообщением. О их в Алданском районе немало, в том числе и поселок Ильмах. Во второй половине прошлого века, когда в его окрестностях велась добыча слюды, поселок процветал. Сегодня мне проживает всего около 500-900 человек. На пустынных улицах среди руин и развалов едва ли наберется пара сотен обжитых дворов. До районного центра 120 километров. 80 из них пролегают по федеральной трассе, а оставшиеся 40 по грунтовой насыпи машины преодолевают часами. Весеннюю распутицу Ильмах в прямом смысле оказывается отрезанным от большого мира. Это, конечно, проблема. Там, допустим, весной может смыть дорогу. Мы, допустим, в две недели, там, допустим, в 10 дней не можем выехать из поселка. В таком же плачевном состоянии и бесконечно далекой от цивилизации остается деревня под названием Якакут. Сотовая связь – чудо, о котором не приходится и мечтать. Ее жителям снабжения полностью отсутствует. В селе нет ни одного магазина. Автобус до районного центра ходит один раз в неделю, но порой несколько десятков километров становится непреодолимым расстоянием. То, что ребенок, внук, нужен садик, школа. Думали, вот даже на следующий год, если возить его в Ленинский, например, в садик, то с дорогой проблемы. Но раз мы не проедем даже. В Якакуте прописаны порядка полутора сотен человек, постоянно проживающих не более 20. В основном это женщины и пенсионеры. Проблем в селе, наверное, больше, чем самих людей. О том, чтобы Якакут как административная единица был закрыт, жители мечтают последние годы. Для жизни здесь нет никаких условий. Живем тяжело, конечно, в поселке народу сейчас мало. Дома старые, 35-х годов постройки, они холодные, все выдувает. Мы снаружи даже запениваем, и толку мало. Полы холодные, все гниет. В феврале этого года на сельском сходе жители села подписали соответствующее коллективное прошение. Безусловно, ликвидировать родной уголок селянам жаль. Но они убеждены, будущего у Якакута нет. Ну, вы знаете, тяжело все равно. Потому что где-то что-то приболеешь, нету ФАП. Когда она приезжает, когда у нее свободное время. Вот есть она, может, во вторник, может, четверг, может, так. Это вот бежим к Вале соседке. Хорошо, хоть Вале сразу где-то укол поставит, где-то что-то, говорю, давай уже лечи нас. Вот так. Также тоже съездить, вот где-то какие-то продукты надо тоже. Или заказываем, кто едет, привозит нам. Или уже сами вот ездим раз в неделю. Вероятнее всего, свою лепту в печальную историю села внесло и то, что долгое время люди не имели возможности довозить до местности и продовольствия. Ведь вместе со всем Алданским районом в 2000 году их тоже исключили из перечня. Теперь же справедливость восстановили. И Якакут, и Алымах, и многие другие труднодоступные поселки вошли в перечень. Это откроет новые возможности для развития села. Эта возможность, да, она предусмотрена бюджетным кодексом Российской Федерации, по которому в районы, которые находятся на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним снастях, включенных в эти перечни, может завозиться продукция путем привлечения бюджетных кредитов, которые предоставляются юридическим лицам на льготных условиях. Однако помогут ли нововведения сохранить почти вымершее село и вернуть людям надежду и веру в будущее своей малой родины? Пока этот вопрос остается открытым. Но ясно одно, что начало возрождению дано. И, возможно, совсем скоро в Якакуте откроется первый магазин, а в Алымахе жизнь снова будет бить ключом. Саргалана Захарова, Татьяна Вахнина, Владимир Павлов. Якуте. Один за днем. Продолжение следует...